Сбербанк занял в казначействе Сбербанк занял в казначействе, чтобы заместить средства Юрлиц Газета «Коммерсант» номер 23 от 8 февраля 2019 года, СТР 8 Сбербанк с конца прошлого года начал активно использовать операции РЕПА с федеральным казначейством Особенно острая ситуация была в декабре и начале января, когда банку пришлось привлекать эти довольно дорогие средства по сравнению со средствами Юрлиц Эксперты отмечают, что потребность в ликвидности частично была удовлетворена притоком средств в банк перед Новым годом, но после праздников возникла вновь В размещенной в четверг отчетности за январь Сбербанк показал значительные обороты со средствами казначейства 2 ТРЛН рубль За прошлый год большие обороты были лишь в декабре свыше 4 ТРЛН рубль В остальные месяцы не более 0,8 ТРЛН рубль Судя по данным казначейства, Сбербанк привлекал эти средства в рамках коротких операций РЕПА Причем такие сделки заключались, как правило, одним-тремя банками В декабре единственный банк привлекал суммы в 200-400 миллиардах рублей Первой половине января 2019 года этот заемщик регулярно брал аналогичные суммы 200-400 миллиард рубль, но во второй половине месяца они сократились до 50-150 миллиардов рублей Нормативы ликвидности Сбербанка при этом с лихвой превышают минимальные регуляторные требования Впрочем, если рассчитывать их без учета предоставленного Банком России послабления, позволяющего кредитным организациям учитывать неснижаемый остаток по своим обязательствам, то их величина окажется относительно низкой Норматив текущей ликвидности Н3, отражающий способность банка расплатиться по своим обязательствам в ближайшие 30 дней, на первые числа октября, ноября и декабря составлял 238%, 192% и 191% соответственно при допустимом минимуме в 50% По расчетам рейтингового агентства Эксперт РА, без послабления показатель этого норматива в указанные даты составил бы 54%, 53% и 50% На 1 января 2019 года норматив Н3 у банка вырос до 233%, или до 57% без послабления Сколько Сбербанк заработал в 2018 году в пресс-службе Сбербанка не ответили на вопросы твердый знак Однако один из топ-менеджеров банка в неформальной беседе заявил твердый знак, что рост заимствований в казначействе не означает кризис ликвидности По его словам, в декабре банк не хотел привлекать дорогие депозиты юрлиц, стоимость которых может достигать уровня ключевой ставки, составляет 7,75%, а репа это самое дешевое, что можно взять К тому же юрлица желали размещать депозиты на длительные сроки, в том числе на новогодние праздники Поэтому банк привлек примерно по той же стоимостью средства казначейства, но на короткие сроки Вместе с тем, согласно данным Банка России, топ-30 кредитных организаций в ноябре 2018 года, более свежих данных нет, привлекали короткие депозиты юрлиц в среднем поставки 6,5% годовых При этом средства казначейства по договорам репа в ноябре привлекать было дороже поставки 7,1% годовых, со второй половины декабря около 7,4% годовых При этом в январе расчетные счеты юрлиц, без учета казначейства и бюджетов, выросли в Сбербанке на 148 миллиардов рублей Хотя депозиты сократились почти на 65 миллиардов рублей, средства физлиц сократились на 326 миллиардов рублей Если пассивы для Банка привлекать все труднее, заявил один из собеседников Твердый знак, вероятно, ему теперь все чаще приходится прибегать к более дорогим, но легкодоступным инструментам привлечения ликвидности Впрочем, эксперты обращают внимание, что Сбербанк привлекал средства казначейства на короткие сроки Вероятно, Сбербанк перед Новым годом, когда в банк традиционно приходит много ликвидности, погасил кредиты перед органами власти Чтобы не платить лишние проценты на период новогодних праздников, полагает начальник отдела валидации эксперт Растанислав Волков С 9 января он вернулся к практике кредитования в казначействе Виталий Солдатских Виталий Солдатских